13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает депутат областного законодательного собрания Фёдор Сурай. Фёдор, добрый день. Здравствуйте. На заседании ЗАГС Собрания 20 сентября планировалось рассмотреть инициативу депутатов от «Справедливая Россия», это федеральная инициатива, ограничить 15% долю затрат каждой семьи на жилищно-коммунальные услуги, 15% от совокупного дохода семьи. Поясните, пожалуйста, суть этой инициативы и приведите примеры, если они такие и есть в других регионах, где такая инициатива уже либо рассмотрена, либо даже может быть воплощена в жизнь. Суть инициативы заключается в том, чтобы ограничить затраты на коммунальные услуги не более чем 15% от совокупного дохода семьи. То есть это все люди, у которых небольшой доход, получили бы федеральную субсидию, если бы у них доходы и расходы на ЖКХ превышали размер 15%. Сейчас многими региональными правительствами установлен этот объем в размере 22%, но есть исключения. Есть исключения. Это и Московская область, и Санкт-Петербург, и Якутия. Там значительно ниже установлены тарифы, там как раз вот в Якутии 15%, в Москве 10%, в Санкт-Петербурге 14%. То есть мы хотели предложить установить одинаковую максимальную величину в размере 15%. Это позволило бы всем людям, независимо от того, где они проживают, тратить не более 15% на услуги жидкости. Все это ввести такое ограничение по всей стране. Да, это проект регенерального закона. А одновременно по всей стране депутаты от «Справедливой России» вносят такую предложение. Да, то есть мы хотели установить максимальную величину, а региональные правительства могли бы эту величину уменьшить. Как проходило обсуждение, и поддержал ли Вас кто-то из депутатов УЗС в этой инициативе? Ну, обсуждения как такового не было. Была, так сказать, небольшая реплика от Романа Титова, который сказал, что правительство Российской Федерации дало заключительный, ну, негативный отзыв на этот законопроект, из-за того, что якобы нет источника финансирования. Чтобы субсидировать, да? Да, чтобы субсидировать. Ну, на что хочу отметить, что бюджет Российской Федерации на 2018 год был рассчитан исходя из стоимости нефти в 50-55 долларов за баррель, да. А как мы видим, что прогноз на 2018 год – это 69,6 долларов за баррель нефти марки Ураус. Вот, это той нефти, которую продает Россия. Вот, и излишки, прибылью, которую получат, будет направлено в Федеральный резерв. Вот, то есть, я считаю, что было бы логичнее сначала исполнить те обязательства, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации, на равные права людей, которые проживают в различных регионах, а потом оставшуюся часть уже направлять в резервный фронт. Ну да, когда мы смотрим на Москву или Санкт-Петербург, это уже путь, где доходы населения гораздо выше, и в то же время они имеют ниже, чем у нас, да, ограничение доли затрат по ЖКХ, то возникает вопрос, почему мы в нашем федерационном регионе не имеем такой возможности. Ну и что после этой реплики Романа Цитова, дальше дискуссия не развернулась? Дальше, да, она не развернулась. Депутаты от Единой России дружно воздержались по этому законопроекту, по этому законопроекту, поэтому в Государственную Думу пойдет негативный отзыв на этот законопроект. От Кировской области? От Кировской области, да. Негативный отзыв. А что произошло по стране, есть ли у вас информация, как в других регионах отреагировали ЗАГСобрания на эту инициативу? Ну, там в разное время проходят заседания у них, поэтому пока информации нет. В целом депутаты от «Справедливой России» будут ли настаивать на продвижении этой инициативы или там на ближайшей Госдуме закроется этот вопрос? Ну, я все-таки надеюсь, что остальные регионы поддержат данную инициативу и этот законопроект пройдет в Государственной Думе. Почему вы думаете, что для Кировской области особенно важно иметь такое ограничение? Ну, потому что у нас уровень в жизни достаточно невысокий, и поэтому множество семей нуждаются в федеральной субсидии для того, чтобы сократить свои расходы на жилищно-коммунальные услуги. Ну, тарифы у нас не самые низкие, насколько мы знаем, по стране, да, ЖКХ? Ну, это в том числе. Это особое мнение депутата областного законодательного собрания Федора Сураева. Мы еще поговорим о тех постулатах, о тех инициативах, которые партия «Справедливая Россия», собственно, декларирует, в том числе и на своем сайте публикует. Вот в социальном манифесте партии СРФ есть пункт о необходимости увеличения размера пенсий. Этот вопрос пытались обсудить на заседании депутатов УЗС, на том же самом, на котором и вот эта 15-процентная доля обсуждалась. И вы задавали на эту тему вопрос члену Совета Федерации от Кировской области, Вячеславу Тимченко, который присутствовал на заседании. Вы лично его спросили, каково ваше мнение о пенсионном возрасте, и могли бы вы прожить на 8 тысяч рублей? Реплика, которую я сейчас процитирую, от Тимченко звучала так. Понятно, что на 8 тысяч рублей прожить трудно. И что дальше? Что дальше? Что дальше? Ну, в конце сферы реплики он сказал, что в такой ситуации он бы полагался на своих детей и внуков, но у нас есть множество людей пенсионного возраста, у которых по каким-то причинам нет ни детей, ни внуков. Или есть, но они не спешат им помогать. Но немножко вас поправлю. Рассматривался вопрос о установлении величины прожиточного минимума. Но это не совсем относится к пенсиям, относится немножко косвенно. Мы были не согласны с установкой в этом же объеме, как и в 2018 году, на уровне по 7474 рубля по нескольким причинам. Во-первых, величина прожиточного минимума рассчитывается на основании потребительской корзины, которая в настоящий момент не соответствует рекомендациям Минздрава России. То есть в ней завышены показатели по хлебу, крупам, картофелю и занижены показатели по яйцам, молочным продуктам, мясу, курице, фруктам и овощам. Это первый момент. И второй момент. Все непродовольственные расходы там рассчитываются как процент от продовольственных. То есть устанавливаются в размере 55%. Ну, у нас в Кировской области. И это, наверное, не совсем правильно, потому что в прожиточный минимум включаются расходы на питание, расходы на жилищно-коммунальные услуги, расходы на лекарства, одежду. То есть с учетом того, что цены на ЖКХ, цены на лекарства постоянно растут, я считаю неправильным рассчитывать потребительскую корзину, исходя из процента от продуктов питания. Да. То есть это должны быть объективные цифры, которые показывают объективную ситуацию в настоящее время по ценам в России. Вот. Поэтому мы голосовали против. Ну, депутаты от Единой России, конечно же, голосовали за. То есть у нас не изменится величина прожиточного минимума в 2019 году? Не изменится. Будет точно такая же, несмотря на инфляцию, несмотря на другие факторы? К сожалению, да. И тут уже не изменить ситуацию? Или она может как-то меняться? Нет. Закон принят. Ситуация не поменяется. Понятно ли вам стало из вот этой дискуссии с Вячеславом Тимченко, потому что ему задавали такой вопрос, как, собственно говоря, правительство Российской Федерации и Госдумы будут работать над повышением размера и прожиточного минимума, и пенсии? Ну, ясно мне не стало из его ответа, каким образом это будет происходить. Но по пенсиям там обещают, конечно, пенсионерам дополнительную добавку пенсии в размере тысячи рублей. Не знаю, посмотрим, как будет реализация данных обещаний. И эта тысяча тоже непонятно к чему она привязана, как она оправдывает повышение цен на все практически, на услуги, на товары. Ну да, тут пенсионеров пытаются подкупить там какой-то тысячи, да, взамен того, что увеличит пенсионный возраст. Я считаю, что это не совсем правильный и равноценный обмен, потому что, ну, каждый год человек, который там делает числения в пенсионный фонд, он, ну, теряет, в общем-то, около миллиона рублей. Поэтому, ну, тысяча, это, наверное, смешно. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после чего продолжим программу «Особое мнение» с Фёдором Сураевым и ещё немного о пенсиях поговорим. Продолжается программа «Особое мнение». Я сегодня веду её я, Светлана Занько, а своё особое мнение высказывает депутат областного законодательного собрания Фёдор Сураев. Про пенсии мы с вами заговорили. Вот мы с вами сравнивали процент затрат на жилищно-коммунальные услуги от совокупного дохода семей по стране. А если мы будем сравнивать пенсии в Кировской области и в Российской Федерации, где мы находимся? Ну, в целом, мы находимся немножко ниже уровня Российской Федерации. Вот из открытых источников я посмотрел, средняя пенсия в Кировской области составляет 13 171 рубль, а средняя пенсия в России в целом составляет 14 300 рублей. То есть, ну, на тысячу мы отстаём. Да, Вячеслав Тимченко, наш сенатор, говорил о том, что в майских указах президента есть все указания на то, как решить этот вопрос. Понятно ли нам, как майские указы помогут пенсионерам? Ну, пока механизм на самом деле непонятен, и каких-то конкретных видимых решений пока ещё не принято. Я так думаю, что это всё откладывается до окончательного решения вопроса по пенсионной реформе, и следом уже будут какие-то действия происходить. А как Вы думаете, в целом экономическая ситуация в стране, она сказывается на размере пенсии? Или только вот тот довод, что у нас сейчас демографическая яма, срок нашей жизни увеличился, вот это основная причина? Или всё-таки Вы связываете именно с экономикой, которая, не знаю, как оценить даже, на каком уровне у нас находится? Ну, я думаю, это комплекс проблем всё-таки, и многие факторы влияют на ту ситуацию, которая сейчас сложилась и в пенсионном фонде Российской Федерации, и в целом в экономике страны. Поэтому множество факторов, и все они в совокупности влияют. Повышение пенсионного возраста уже такое ощущение, что данность. Каковы, на Ваш взгляд, последствия этого решения? Ну, последствия, наверное, я думаю, не радужные, потому что многие люди вообще не увидят пенсии, потому что мы сейчас видим и наблюдаем, что средний уровень дожития у мужчин это 63 года, если увеличится до 65, то пенсии они просто большинство не получат, не дождутся, так скажем. Поэтому, не знаю, поживём увидим. Прогнозы очень сложно строить, и нам говорят о том, что средний возраст дожития увеличится, там, до каких-то небывалых высот, там, будет больше 80. Ну, хочется, конечно, в это верить, вот, но пока это только прогнозы. В минувшие выходные Коммунистическая партия Российской Федерации и её отделение в Кировской области снова вышла на митинг против пенсионной реформы. Партия ЛДПР подобных митингов не устраивала в Кирове и не присоединилась к инициативе коллега. Но мы видим, что прошедшие выборы и последующие действия людей после выборов в стране показывают, что начинают выбирать, например, губернаторы, представители альтернативных партий. Буквально сегодня вы видели новость, да, что два представителя как раз от партии ЛДПР прошли, губернатор оттеснив своих соперников поединой России, большой скандал был в Приморье, вы тоже видели, да, как это всё сказалось. Следите за этими новостями, о чём они вам говорят? Ну, за этими новостями я, конечно, слежу. Ну, говорят они о том, что у людей к партии и власти снижается доверие, и очень многие не готовы отдавать свои голоса за ту власть, которая без, так скажем, учёта интересов своих избирателей проводит, ну, мягко говоря, непопулярные реформы. Вот, и это мы можем наблюдать и в Кировской области, напомню, что в ЗАГС-собрании из двух мандатов, да, Единая Россия получила только один, вот, и в Городской думе они получили из двух мандатов тоже один. А эти, а другие достались как раз справедливо России? Достались, да, справедливо России. Вот, и это также говорит о том, что многие избиратели не готовы свои голоса отдавать представителям партии власть. Как это обсуждается, вот такая сейчас политическая картина в стране и в регионе, как это обсуждается в среде депутатов? Может быть, вы от коллег из Единой России, от коллег по ОЗС, слышали какие-то кулуарные разговоры? Есть ли у них сомнения или по-прежнему все-таки Единая Россия вызывает трепет и вот голосование такое, да, большим единым фронтом по-прежнему не вызывает никаких сомнений у единороссов? Делятся ли с вами, коллеги, своими ощущениями? Ну, в таких кулуарных беседах я не участвовал, поэтому сложно мне сказать. Ну, а так, в принципе, расклад положения в ЗАГС-собрании не поменялся, то есть, поэтому, так же противостоять нам будет сложно принятие каких-то решений. Вот, и все решения принимаются в Единой России. Не пытаются коллеги переметнуться из Единой России сейчас, например, к справедливой России? Ну, пока таких движений мы не заметили. А почему же все-таки «Справедливая Россия» не присоединилась к протестному движению КПРФ? Вот, например, не поучаствовали в митингах против пенсионной реформы? У нас было свое протестное движение, так скажем. Мы собирали подписи. Подписи в поддержку отмены увеличения пенсионного возраста. И собрали несколько тысяч подписей за где-то полтора месяца. Все эти подписи были направлены в ЗАГС-собрание и в Государственную Думу. То есть, Вы решили пойти своим путем, не объединяясь? Да, мы пошли своим путем, да. Хорошо. И в дальнейшем не планируете объединяться с такими партиями, как КПРФ, ЛДПР? Ну, в каких-то моментах, конечно, можно объединяться. Что касается пенсионной реформы, ну, как мы заметили на голосовании по поправкам, которые мы предложили в ЗАГС-собрание, коллеги наши из партии ПРФ и ЛДПР нас почему-то не поддержали. Не поддержали. Да. Вот, хотя предложения там были весьма здравые, так скажем. Вот. Поэтому говорить о каких-то объединениях, ну, наверное, сложно. У нас как минимум здесь у вас есть. Минимум, я так понимаю, что у каждой партии свой путь, свои интересы, и все хотят, так скажем, выделяться на общем плане. А это мешает, как вы думаете? Ну, потому что ЛДПР и КПРФ выступают тоже против пенсионной реформы. Однако, вот, не поддерживают вас в ваших инициативах. Это мешает какой-то общей задачи по, там, не знаю, изменению подходов к пенсионной реформе или нет? Ну, я думаю, что не очень-то и мешает, но если бы мы объединили усилия, высказали единую позицию и, так скажем, обозначили ее, то, наверное, это было, ну, составило бы более серьезно прислушиваться к нашей позиции. А так, ну, в ЗАГСобрании, допустим, от КПРФ вообще не поступило предложений. То есть, именно в том виде, в котором они должны были поступить, вот. От ЛДПР было одно предложение о референдуме, которое мы в том числе поддержали, вот. Наши поправки поддержаны не были, поэтому, ну, тут сложно судить ситуацию, конечно. Программа «Особое мнение». Сегодня свое особое мнение высказывает депутат областного законодательного собрания Федор Сураев. Перейдем к городской повестке. Город готовится к 650-летию. В постоянном режиме идут совещания и рабочие встречи в администрации города и в правительстве региона. Среди планов, которые были озвучены ранее и в нашем эфире, на прошлой неделе, в среду, была программа «Урбан», там был губернатор и сити-менеджер, называли большие проекты по ливневой канализации, по дорожному строительству, по реконструкции оврагов Засора, Ежовского озерно-родникового комплекса, отметили необходимость устройства пешеходных зон в Кирове, белодорожек, изменение транспортной инфраструктуры и прочее, прочее, прочее. Как вы оцениваете направления, которые обсуждают и планируют реализовывать власти? Вы слушали программу, кстати? Нет, к сожалению, не удалось мне послушать эту программу. Те направления, которые были выделены, я считаю, достаточно актуальными и перспективными, потому что эти направления позволят преобразить наш город и сделать его для жителей намного удобнее и привлекательнее. То есть, я, во-первых, скажу, что программу «Урбан» выложила на сайте, эхакирова.ру, в разделе программы «Урбан», вы можете послушать ее и сделать для себя определенные выводы, но достаточно много критики выражают горожане разные, и активисты, и специалисты, выражают скепсис по поводу предстоящих изменений. Но прежде всего, хотят увидеть завтра, прямо эти изменения, говорят, что пока что это только разговоры, а где же действия? Второе возражение, тоже старинное, как мир, это «да где же они возьмут деньги?». Ну, что вы скажете по поводу скепсиса, который выражается? Ну, по поводу скепсиса, хотелось бы завтра, это, конечно, надо понимать, что невозможно. Вот, все эти изменения требуют определенных временных затрат, и материальных, и технических. Вот, поэтому, если такие планы есть, я думаю, они будут реализованы, а деньги это будут, скорее всего, федеральные, потому что крупным юбилеям, городам обычно выделяются федеральные средства, на которые реализуются масштабные проекты. В том числе, наш город попал в этот проект, и, я думаю, проекты будут реализованы. То есть, когда губернатор говорит, что 120 миллиардов, которые требуются на вот эти проекты, которые предварительно обсудили и обсуждают сейчас, они с большой вероятностью будут получены регионам? Вы верите? Да, да, я верю. А что у вас вызывает такую уверенность? Или кто? Ну, уверенность такую вызывает как раз опыт других городов. То есть, я уже говорил, что крупным юбилеем городов выделяются средства федерального бюджета, и потом реализуются масштабные проекты. Поэтому наш город, думаю, не исключение, и средства будут получены в полном объеме. Да, перерывемся, небольшой перерыв. Еще поговорим по городской тематике сразу после того, как пройдет реклама. Да, действительно, эта программа «Особое мнение». В эфире нашей радиостанции, у микрофона сегодня работает Светлана Занько, свое особое мнение высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области Федор Сураев. Мы говорим сейчас на городские темы, продолжаем историю о 650-летии нашего города и масштабных проектах, которые задумало правительство Кировской области и город Киров. Кстати говоря, здесь, в этой студии, губернатор сказал, что они не зря находятся вместе в одной студии по этой теме с сети-менеджером Ильей Шульгиным, потому что такие масштабные проекты можно только в плотной связке друг с другом решать. Для вас это показательный момент, ведь традиционно в России считалось, что губернатор и сети-менеджер обычно находятся в позиции, и в дела друг друга не вмешиваются. И наша история совсем недавняя, до прихода новых команд, говорила о том же самом. Ну, как мне кажется, это, наверное, положительное какое-то явление, да, что губернатор и сети-менеджер нашли общий язык и выступают общим фронтом в решении определенных проблем. Я думаю, это не так уж и плохо. Вот, и посмотрим, конечно, на их успехи совместной деятельности. Что касается финансирования, вы уже сказали, что у вас мало сомнений по поводу того, что деньги будут получены, и ключевым моментом является попадание в федеральные программы, федеральные деньги, да? А возможно ли развитие в городе государственно-частного партнерства? Способен ли Киров заинтересовать инвесторов? Не важно, каких местных и нагородних, на каких условиях этот интерес мог бы выстраиваться. Ну, сложно, конечно, сейчас оценить это, потому что положительных примеров у нас не было на сегодняшний момент, и как-то говорить в абстрактных величинах о каком-то там будущем очень сложно, потому что нет конкретного опыта. Именно здесь, именно в Кире. Да, именно здесь. Вот, поэтому, ну, хотелось бы надеяться, что все-таки будут развиваться подобные проекты, но в тихующей экономической ситуации, когда доходы населения там неуклонно снижаются, вот, говорить о какой-то инвестиционной привлекательности для частных партнерств, наверное, проблематично. Вот, поэтому, не знаю, возможно, ситуация экономическая поменяется, и будут перспективы развития в этом направлении. Только ли от доходов населения зависит интерес бизнеса в участии в инвестиционных проектах, или еще какие-то факторы могут сказаться на том, что бизнес заинтересуется крупными городскими проектами? Ну, наверное, все-таки это определяющий фактор, потому как бизнесу интересно и какое-то развитие, и рост определенный видеть. То есть он должен понимать, на чем он будет зарабатывать в этом проекте? А когда идет снижение покупательской способности, ну, сложно делать какие-то прогнозы и вообще говорить о какой-то инвестиционной привлекательности. Хотелось бы понять, есть ли вообще у бизнеса вот эта вот подушка денежная, которую он может инвестировать сейчас? Ну, есть разные бизнесы, разные бизнесмены, у кого-то есть, у кого-то нет. Все в разных условиях находятся. Надо искать. Надо искать. Ну, вот, кстати говоря, один из проектов, который я, к сожалению, не увидела в том списке довольно грандиозных строек, которые задуманы в Кирове к 650-летию, это проект по малым водоемам Кирова, конкретно малым рекам Кирова, мы имеем в виду Хлыновку и Лютчинку. Хотя этот проект входит в большую такую группу проектов под общим названием Киров «Меняется». И есть сайт реки Кирова, и в Фейсбуке, и ВКонтакте есть группы. И на нашем сайте в разделе «Городское эхо» выложен материал по малым водоемам. Вы его посмотрели, я вас специально попросила подготовиться. Речь там шла о Лютчинке, конкретно об участке Лютчинки от улицы Воровского до улицы Московской. Ваше мнение, стоит ли смотреть в эту сторону преображение малых рек города Кирова? И какой эффект мог бы получить город, если вы считаете, что стоит от расчистки и благоустройства территорий водоемов городских? Я думаю, все-таки стоит обратить на это внимание, потому как водоемы, они всегда являются местом притяжения для людей, для семей, для молодых семей. И могут стать таким, так скажем, приятным времяпровождением для них. Поэтому я думаю, что стоит обратить на это внимание и уделить этому какие-то силы и средства. Ну вот, кстати говоря, Кировский бизнес не спешит участвовать и в этих проектах тоже, несмотря на то, что вот как раз на этом участке, о котором мы с вами говорим, это Солнечный проезд, по берегам достаточно много крупных предприятий, представлено и торговыми центрами, и складскими помещениями, и производственными мощностями. Почему? Ну, я так думаю, потому что там не такая сильная идет застройка, в плане жилищная застройка, то есть не такая высокая крупность населения этих районов. Как раз вот то, что вы говорили, там, да, есть крупные предприятия, но жилой фонд в этой зоне очень маленький. Поэтому, исходя из того, что пропускная способность этих мест будет невысокая, наверное, бизнесмены и не торопятся вкладывать свои деньги в эти проекты. Ну, это так себе, наверное, представляют бизнесмены, с ваших слов. На самом деле, строительство там, конечно, ведется, и ведь жилая застройка, она может следовать за этими зонами. Посмотрите, улица Московская очень активно застраивается, многоэтажками. Начинает застраиваться хлебозаводской проезд, многоэтажками. Ну, и потом там большие две артерии идут, Воровского улица и Московская улица. Достаточно посмотреть на скверу Алых парусов, который был пустырем, и сейчас появился сквер, и он загружен максимально просто этими. Ну, все-таки пешеходные зоны, они должны быть в шаговой доступности, да. А шаговая доступность, ну, это 500 метров, условно говоря. А в радиусе 500 метров там все-таки не так много жилого фонда находится. Поэтому, наверное, представители бизнеса видят определенные риски вкладывания своих средств в эти проекты. А с другой стороны, там вся улица, практически весь солнечный проезд застроен торговыми центрами, и ни один торговый центр не озаботился тем, что необходимо, например, оборудовать сквер или прогулочную зону. То есть, условно говоря, приехал, товар забрал, уехал. А дальше мысль не распространяется владельцев торговых центров. Совершенно иная ситуация сейчас в передовых городах России. Ну, у нас правилами благоустройства не предусмотрено для торговых центров создание каких-то, так скажем, мест для прогулки, отдыха вокруг таких зданий. Вот, поэтому многие исходят из получения максимальной прибыли, то есть, максимальной полезной площади выстраиваемого объекта, и поэтому, там, покупая земельный участок, полностью его, так скажем... Эксплуатируют, да, для акции и бизнеса. Вот, поэтому, если будут внесены какие-то изменения в требования по строительству таких объектов, я думаю, тогда по-другому будут вести себя владельцы подобных объектов. А тогда я вас спрошу и как бизнесмена, и как горожанина. Вот как горожанин, скажите, вы считаете, что необходимо внести в правила продажи или сдачи в аренду участки вот такие вот изменения, как благоустройство территории или нет? И как бизнесмен, скажите, да, или нет? Вы бы стали выкупать или арендовать участок с такой нагрузкой или нет? Ну, как горожанин я, конечно, за внесение подобных изменений, и как бизнесмен я тоже за. Вот, потому что, ну, во-первых, у нас нет торговых центров в собственности, а во-вторых, даже если бы они были, ну, создание благоустроенной среды вокруг них, я думаю, это все-таки на совести владельцев. Если вы посмотрите там на ту среду, которая расположена вокруг Кировского молочного комбината, то приятно удивить, если мы сейчас достраиваем нашу новую проходную, да, и вот очень вам рекомендую прогуляться вдоль улицы, ну, вот, Клепозаводского проезда. Там очень красиво, мы облагородили территорию, и приятно просто там даже прогуляться. Хотя к вам не заходят покупатели. К нам не заходят покупатели, да. Это здание мы делаем для своих нужд, то есть размещаем там офисные помещения. Зачем вы это делаете тогда? Потому что мы любим свой город. Это Федор Сураев, его особое мнение вы сейчас слушаете. Но еще у нас осталось время, чтобы поговорить о помойках в городе Кирове. Наблюдаете ли вы, как это делают многие, особенно те, кто активно пишет об этом в Фейсбуке и ВКонтакте, мусорный коллапс в нашем муниципалитете? Да, есть у меня такие даже наблюдения, что в последнее время увеличилось количество мусора рядом с, так скажем, с контейнерами. Вы для себя определили причину этих свалок мусорных? Сложно, конечно, сказать о причинах, не являясь там участником того или иного процесса, но так на первый взгляд. Либо это, скорее всего, это сокращение чистоты вывоза мусора, как мне кажется. Этот вопрос депутаты ОЗС обсуждают, депутаты «Справедливая Россия» обсуждают? Ну, это, наверное, не, так скажем, не для обсуждения ОЗС. То есть этот вопрос может решаться на уровне городской дуны, а на уровне ОЗС такие вопросы не решаются, поэтому они не обсуждаются. Это очень любопытно, потому что ведь не только в городе Кирове подобная проблема, и в других муниципалитетах то же самое. Свалки на мусорных площадках растут, и до сих пор депутаты ОЗС это не обсуждают. Я хочу понять, почему. Ну, так скажем, депутаты ОЗС обсуждают вопросы о принятии тех или иных законопроектов. Если это не касается законопроекта, то, ну, определенных законов, то это, конечно, в ОЗС и не обсуждается. То есть депутаты Кировской городской думы, возможно, обсуждают такие вопросы. И каждого отдельного муниципалитета? Да, и каждого, да. То есть это вопросы муниципалитетов. То есть масштабность проблемы недостаточно велика, чтобы обсуждать на областном уровне? Не то, чтобы недостаточно велика, просто каждый должен заниматься своим делом. И если потребуется какие-то внести изменения в законодательство, я думаю, по этим вопросам, я думаю, и вопрос ОЗС тоже будет обсуждаться. Но пока таких вопросов не поднималось? Пока нет, не поднималось. Спасибо, мне все ясно. Это было особое мнение Федора Сураева в программе «Особое мнение». Ее вела Светлана Занько. Всем хорошего дня. Спасибо, до свидания.